Итак, разберём подробнее части композиции. Начнём с антро, и для этого нам нужно построить гитару в дроп-дэ. Мы опустим ноту ми на тон ниже. Она должна звучать в октаву с ноты ре на четвёртой струне. Тем самым получается строить дроп-дэ. Итак, подробнее разберём интро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, начнём с вступления с аккорда ре. Это открытый аккорд. Зажимаем первым пальцем третью струну на втором ладу. И средним пальцем на третьем ладу. На этом не играем первую струну ми. Зглушим её вторым пальцем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играем его четыре раза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Важно играть немножко ближе к бриджу. Потому что если очень сильно атаковать струны в середине, ближе к наковому датчику, строй может меняться. Особенно если у вас гитара с машинкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Строй начинает поседать. Это не очень хорошо звучит. Поэтому старайтесь играть ближе к ближему датчику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше гитара не играет, играет бас. Четыре такта. В третьем такте мы начинаем выползать, используя ручку громкости. Зажимаем на тринадцатом ладу четвёртую струну. И потихоньку выползаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До конца мы должны выкрутить всю громкость целиком. Дальше у нас идёт следующий риф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открытая ре. Самая нижняя струна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый палец на четвёртой струне – один стылат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Средний палец на двенадцатый стылат. Двенадцатый стылат – четвёртая струна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше у нас идёт первый палец на третьей струне – один стылат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И средний палец на двенадцатом ладу – третья струна. И на четвертый раз мы играем подтяжку средним пальцем на двенадцатом ладу. Это повторяется два раза. Здесь важно глушить правой рукой нижнюю струну, когда вы играете по ноте ре. Если вы будете просто играть открыто, может появляться какие-то лишние звуки, поэтому лучше после каждого удара медиатором класть ребра ладони на струну. Можно медленно тренироваться под метроном. При извлечении ноты вы кладете ладошку на струну. Дальше идёт... Следующий риф. Три раза вы играете ноту ре, самую нижнюю. И три раза вы играете октаву. Первый палец на пятой струне, на пятой струне шестой лад. И мизинец на третьей струне в восьмой лад. Тут тоже мы глушим правой рукой нижние струны. Не было лишних призвуков. И в конце мы играем дабл стоп ми-вемоль. Четвёртый лад, вторая струна первым пальцем. И соответственно безымянный палец на третьей струне шестой лад. Делаем подтяжку. Это можно отдельно потренировать, чтобы чисто брать унисон. Берёте унисон, тянете. И потом кладёте правую руку на струны. Получается чисто и ритмично. Сыграю целиком. Ещё раз всё интро. Сыграя целиком. Сыграя целиком. Сыграя целиком. Сыграя целиком. Чите? Сыграя целиком. Редактор субтитров А.Семкин